Всем привет, друзья, меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем выживать в игре Stranded Deep, продолжаем выживать на этих шикарных, роскошных тропических островах, вокруг которого плавают акулы и вокруг которого затонувшие корабли. Кстати говоря, друзья, если вы помните, в прошлой серии, когда мы плыли на этот остров в ночи, когда нас не атаковали акулы, кстати, теперь они могут атаковать, по-моему, после последнего обновления, ну, это как мне в комментариях написали. Так, когда мы плыли с других островов сюда, на этот остров, мы видели такие, как бы, пузырьки со дна, со дна этого океана, не знаю, море, чё это, в общем, со дна. Как мне написали, опять же, в комментариях, как вы пишите в комментариях, спасибо вам огромное за это, это затонувшие корабли. А если это затонувшие корабли, это значит только одно, что там может быть что-нибудь полезное, типа, не знаю, типа какого-нибудь весла или типа того. Кстати говоря, вот наша лодочка, наша лодочка, которую мы с вами сделали в прошлой серии. Ну, сегодня мы это делать не будем, ребят, сегодня мы с вами, давайте юку нарубим, это верёвка, сегодня мы с вами будем делать такую шикарную вещь, как дом. Такую шикарную вещь, как дом. Где у нас пальмы? Сейчас мы срубим пальмы, но не все, друзья, потому что одна из пальм пригодится нам, знаете, для чего? Конечно же, она пригодится нам для того, чтобы на этой чёртовой пальме слетать на другой остров, в поисках чего-нибудь. В общем, ну, сегодня мы по-любому полетим на пальме, я так думаю, потому что летать на пальме это шикарно. Эх, какой свежий воздух, вот опять, о боже мой. Эй, кокосина, куда полетел? Там же два кокосика. В воде. Так, ладно, сейчас расфигачим. Нет, стоп, давайте, знаете, как сделаем? Давайте лучше, наверное, перетащили бы, перетащили бы туда, где у нас всё это, ну, то есть, потом здесь бы всё это разрубили уже, чтобы не таскать по одной, по две палки. Так будет круче, я думаю. На деревья всё ещё можно залазить. Кстати, в комментариях мне написали, что там были обновления, но я почему-то обновления этих как бы, ну, не видел, чтобы игра обновлялась. Может быть, просто не усмотрел, но, ну, ладно, какая разница? Господи, какая разница? Кому какая разница? Главное сейчас построить себе домяру, чтобы ночью было где ночевать, чтобы, не знаю, солнце не палило с утра так сильно. Вот, а потом уже, когда всё это сделаем, мы с вами поплывём на другие острова. Может быть, даже, вообще, знаете, что я бы хотел найти? Вот в самом начале, если вы помните, нам попалась такая штука, типа баллон, баллон с воздухом. С помощью него мы плавали на глубину, и как бы воздуха у нас больше было, то есть, мы больше могли под водой задерживаться. Вот, я бы такую штуку, кстати, себе ещё раз бы взял, но я не знаю где. Вот в чём проблема. Так, где там наш молоток? Вот он, наш молот, с помощью которого мы сможем сделать фаундейшн, который мы поставим, не знаю, где-нибудь здесь, наверное. Ещё сможем? Нет, ещё нужна пальма. Нужна ещё пальма. Окей, значит, фаундейшн мы сделали. Кстати, кроватка, посмотрите, у нас будет кроватка не дома, а рядом с домом. Ну, ничего страшного. Наш персонаж не обидится, я прав? Наверняка. Так, давайте, ещё одну пальму. Сейчас зафигачим себе. И всё-таки нужно, мне кажется, нужно занырнуть туда, где вот эти вот пузырьки, но нужно быть осторожным, потому что тут акулы. И нужно почаще сохраняться. Опять же, чувак какой-то в комментариях написал сохраняться. Я не знаю, к чему он это написал, потому что я обычно сохраняюсь. А то, что у меня ничего не сохранилось тогда, это был какой-то баг в игре. Потому что я тогда тоже сохранился. Я имею в виду вещи. Помните, когда пропали? Вот, это был какой-то игровой баг, потому что я тогда тоже сохранился, друзья. Я всегда сохраняюсь. Я же не дурной. Чтобы начинать всё сначала. Хотя, мне кажется, сейчас можно было... Можно было и сначала начать. Ну да ладно. Рубись, хреново, пальма. Так. Всё. Я наш... Вот он. Вот он. Фаундейшн. Я не хочу фаундейшн. Нам нужна стена. Нам нужны стены. Стены, стены. А как стены-то делать? Я уже даже и забыл. Нужно просто много палок, по-моему. Нет? Basic foundation. Что-то я даже забыл, как стены делать. Офигеть. По-моему, просто-напросто нужно больше палок. Так. Окей. Давайте ещё раз. У нас есть мачете как раз... А хотя нет. Мачете, в принципе, можно оставить для акулы, ребят. Потому что если на нас нападёт акула, это будет очень-очень больно. Если она на нас нападёт, а у нас не будет мачете. Хотя, мне кажется, его хватит. Хватит, чтобы вырубить эту пальму. Это точно. А хотя, в принципе, одинаково рубится. Что топором. Что топором. Потому что мачете, друзья, всё одинаково рубится. Неважно. О, смотрите, смотрите. По-моему, пофиксили эту штуку. Так, ребят. По-моему, пофиксили. Ё-моё, это фигово. А нет, не пофиксили. Шикарно. Шикарно. Просто отлично. Этот баг не пофиксили. Мы можем им пользоваться ещё. Это очень хорошо. Потому что нам как раз-таки нужно будет на другие острова. Но сейчас уже закат, по-моему. Да. Вау, какой край... Боже мой. Я любуюсь. И вот не могу налюбоваться этой игрой. Просто она... Она реально божественна. Это не Форест, друзья. Форест полное говно. Вот серьёзно. Форест по сравнению с этой игрой полное говно. Вот полная лажа. Самое, что ни на есть. Ну, Форест, конечно, хорошая игра. Да, не спорю. Там есть свои фишки, свои плюсы. Но здесь этих плюсов куда больше. Для людей, которые любят реально выживать, вот эта игра намного круче, чем Форест. Я так думаю. Ну, если вам нравятся, конечно, мутанты всякие, которые за вами по неострову, даже по лесу просто гоняются, то, конечно, Форест для вас. Но меня больше привлекают такие пейзажи. В играх я обычно люблю просто полюбоваться. Вы уже знаете, друзья. Вы за этот год, сколько мы с вами видео снимаем, сколько я снимаю видео для вас. Вы уже, наверное, изучили меня полностью. В играх мне нравится в основном, не знаю, не графика даже, а сама атмосфера и сами декорации. Вот эти вот деревья, вот эти юлки. Я не знаю. Мне всё, вот эти мельчайшие детали. Я постоянно обращаю на них внимание. Я не знаю почему, вот. Я, наверное, только в основном на это внимание и обращаю. Кстати, вот так вот смотришь, когда... Почему-то... Окей. А как стены-то сделать? Бэт, кровать, хорошо, крут, экс. А, может быть, камни? Да хотя нет, камни не нужны. Камни не нужны. Что нужно ещё? Палок дофигища. Серьёзно. Стены уже можно было сделать. Нужно поджечь кампфайр, потому что... И бочон. А, кстати, у нас даже поджечь нечем, по-моему. А как поджигать тогда? У нас зажигалки-то нету. А, кстати, зажигалка у нас была. Зажигалка у нас была в самом начале, но теперь её нету. Поэтому я не знаю. Ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас там с едой и со всем остальным. Ну, в принципе, нормально. У нас что-нибудь есть кушать? Только картошка. Картошка, да? Ну ладно, в принципе, тут куча кокосов. Давайте, ребят, поспим, пропустим ночь. Спать же можно? Да, можно спать. О май гад. Мы первый раз в этой игре поспали, ребят. За несколько дней мы впервые выспались. Оу. Вот это шикарно. Вот что мне нравится, ребят. Вот что мне нравится. Блин. Наверное, вы будете ругать меня. Ну, некоторые из вас будут ругать меня за то, что я так прям... Будут говорить, типа... Ой, ты чё, да ты играй в игру, делай там, не знаю, какую-нибудь хреновину. Чё ты смотришь на эту графику? Но на самом деле графика здесь это одно из самых важнейших. Ну, то есть не графика, а именно вот эта вот красота игры. Это вообще важнейшее, что только есть в игре. Если бы этого не было, игра бы не была бы такой крутой. И всё вот это вот, то, что мы можем здесь крафтить и всё остальное, это не имело бы смысла без этой красоты. Понимаете? Это был бы тот же самый форест. Но сейчас... Оу-май-гаря! Хорошо. Грин-коконат. Давайте ещё зафигачим кокосиков сейчас. Кстати, вот это лучше выпить. Вот это лучше давайте попьём. Угу. Сколько у нас воды? Нормально, нормально. Всё, всё, теперь его выкинем и... расфигачим его как-нибудь, не знаю. Вот, разфигачиваю. Отлично. А теперь давайте кушать. Теперь приступаем к трапезе. Сначала скушаем картофель. Еще картофель. Еще картофель. Три картошки. Теперь кокосики. Блин, такой звук шикарный. Аж самому хочется укусить что-нибудь такое и покушать. Ё-моё. Кстати, а что-то у меня жизни уходит. Почему бы это? Очень-очень странно. Я не знаю почему. Если вы напишите мне в комментариях, от чего жизнь. Может быть от сырого картофеля? От того, что я сырую картошку кушаю, жизни уходит. Или типа того. Так, все. Все, кокосов у нас нет. Хорошо, друзья. Давайте еще одну тогда пальму попробуем сейчас принести, наверное. И после этого уже возьмем себе какую-нибудь метлу. Ну, то есть я имею в виду. Под метлой я подразумеваю пальму. И отправимся вон, например, на тот остров. Хотя нет, мы, по-моему, оттуда пришли. Или оттуда мы пришли. О, господи. Надо какие-нибудь ориентиры хотя бы ставить. Эй, крабик, дружище. Я сейчас на другой остров поплыву. Ты со мной? Нет. А вы представьте, вот крабики, они же такие маленькие. Ну, то есть, для... Мне кажется, для них вот эти вот острова, это как отдельные города. То есть, вот посмотрите. Это факт, ты чё, крабик? Ты чё делаешь, крабик? Крабик, вау, вау. Крабик, ты чё, танцуешь? Крабик, успокойся, крабик. Вот, нормально. Для них это как отдельные города. Да, вы представьте, вот они, когда хотят на другой остров переплыть, это как в другой город полететь для нас. Офигеть. Чё я вообще привязался к этим крабикам? Пойдёмте, отнесям дерево. Разрубим его. What the fuck? Здесь, кстати, подлагивает уже, потому что слишком много всякого... всякого хлама здесь накидано. Транк. Типа бревна? А, вот бревна. Лок. Транк это типа ствол, наверное. Ну, то есть ствол дерева, ствол пальма. Вы поняли меня, вы поняли. Окей, верёва куча, палок дофигища. Вот почему реально виснет так? Я не понимаю. Верёва куча, палок море. Море-море. Океана-море. Воды-море. Крут, экс. Окей, это топор, кампфайр, бет. Это мы всё сделали, ребят. Где наш... Вот. А, вот, вот, теперь... Четыре палки и две пальмлив. Всего лишь-то. Вот. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно, вот что нам нужно. Так, а почему? Я знаю, что нужно как-то подальше отходить или типа того, но... Как-то, по-моему, уже должно ставиться. А, забы... Опа-тафак. Саппорты сначала нужны. Сначала саппорты, ребят. Вспомнил. Всё, сейчас построим себе дом и... Чтобы у нас было куда вернуться, понимаете? Можно даже вообще построить... Не то что дом, а... Как будто, знаете, вышку какую-нибудь. Тут лестница, интересно, есть? Сейчас... Сейчас делаем ещё... Ещё один фундамент. Да, есть лестница. Сделаем, как бы, крышу сейчас тогда, давайте. Вот так вот. Почему, почему, почему нельзя? Это плохо. Это фигово, очень фигово. Ладно. Хорошо. Степс. Нет, у нас будет... Где? Вот отсюда давайте будем заходить. Вот, шикарно. Поднялись на фундамент. Стена. Вот теперь стены можно будет ставить. Поставим одну здесь, я думаю. А потом можно... Да можно вообще без стены ставить. В принципе, просто крышу зафигачить и всё. Вы так не думаете? То есть... То есть вы посмотрите сами тут. В принципе, зачем тут крыша? Мы же в тропических джунглях. Вся фигня. Так, палки. Руф. Вот крыша. Вот. Вот и всё. В принципе, этого достаточно. Ещё бы вон ту кровать перенести сюда, но... Да давайте её расфигачим. Какая разница? You can only sleep the night. You can only sleep the night. Нельзя. Нельзя рушить. Может быть, как-нибудь топором. Ой, вернее, молотом. Ладно, пофиг, друзья. Нельзя так нельзя. Сопорт можно построить. Хорошо, теперь у нас хотя бы есть место для... Место для. Это просто место для. Ладно, you can only sleep the night. Я понял, я понял это. Давайте тогда срубим себе пальмочку, господа и дамы. И, наверное... Будем куда-нибудь двигаться. Сейчас сколько время? Время 10 утра. Всего лишь 10 утра. Хорошо. У нас ещё куча времени с вами. Поэтому сейчас срубим себе пальму-самолёт. И полетим, наверное, на другой остров. И, кстати говоря, если увидим какие-нибудь штуки... Хотя, может, рядом с каким-нибудь другим островом будет... Будут затонувшие корабли и всё такое. Окей, давайте попробуем сейчас полетать сначала. Приноровимся немного. Угу. Да, ребят, походу... Походу, дело исправили. Да, походу... Да, походу, дело, ребят, исправили эту всю фигню. Ну да ладно, больше реалистичней будет. Чёрт возьми. Так, что тогда? Какой самый ближайший остров здесь? Вон те вот мелкие острова... Как бы такая сеть островов, посмотрите. Они самые... Самые такие. Мы, по-моему, оттуда приплыли. Либо оттуда. Так, хорошо, рафт. Плот. Блин, а можно как-нибудь, не знаю... Сделать весло, что ли? Если нельзя, фигово. Ну, вон акула, ё-моё, ё-моё. Ну ладно, давайте, ребят, сохранимся сейчас. Сейв гейм. Прямо здесь сохранимся. И рискнём. Что нам? Что уж там? Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Вон эти острова нам нужно. Главное, чтобы акула не плыла сюда. Главное, чтобы акула не плыла сюда. Вон, кстати, самый ближний остров. По-моему, вон тот или вон тот. Без разницы. Если увидим пузырьки, ребят, сразу к ним. Потому что это вроде как затонувший корабль. Ну, даже если нет, мы проверим. Вау, посмотрите, какая бездна! Чёрт возьми. Ребят, блин, меня всегда пугала вот эта вот глубина моря и океанов. Морей и океанов, точнее. То есть, ну вы представьте, какая глубокая. И там может быть всё, что угодно. Посмотрите, там чёрная дыра просто. О боже, давайте быстрее доплывём уже до того острова. Ах, чёрт. Какой ближе? Кажется, что они все близко. Но какой-то из них по-любому ближе. По-моему, вот это ближе. Хотя нет, посмотрите. Смотришь туда, кажется, что левый остров ближе. Смотришь туда, кажется, что тот остров, на который мы смотрели, он ближе. А вообще, походу, ближе всех этот маленький островок. Вон тот правый самый. Хотя нет, пофиг. Вот плывём, куда задумали уже. Плывём прямо. Кстати, мне кажется, или я вижу пузырьки? Нет, это остров. Это остров. Всё отлично. Даже если что, в принципе, можно будет на том острове даже с вами обжиться. А может быть, там, может, какие-нибудь аборигены будут или ещё чего. Хотя никто ещё, по-моему, не находил всяких аборигенов здесь. Поэтому не стоит надеяться. Главное просто выжить. Давайте посмотрим назад. Оу, сколько мы уже проплыли с вами. Сколько мы с вами проплыли. Так, ребят, по-моему, этот остров ближе, который... Хотя... Хотя фиг знает. Просто давайте плыть прямо, я не знаю. Боже, такая бездна под нами. Просто неимоверная бездна. Что за фигня? Что за фигня? Такое чувство, будто он отдаляется только. Блин. Так, вроде не... Вроде не устаем. Хорошо. Да, ребят, всё-таки этот остров ближе. Вот он. Он уже здесь. Вон эти островки. Но мы на них ещё успеем, ребят. Ещё успеем к ним. Добраться вот этот вот ближе всего. Так что давайте сюда. Тут, по-моему, только два дерева растёт. Или мне так кажется? Или тут реально просто два дерева растёт и всё? И сплошной песок. И вокруг бездна морская. Пучина. Нет, смотрите. Камни прогружаются. Сейчас, наверное, что-нибудь увидим. О, боже мой. Какая бездна просто. Наверное, я вам уже надоел со всеми этими... О, боже мой. О, какая офигенная штука. О, то, о, сё. Так, ребят, мы на острове. На другом острове уже. Что здесь? Кстати, по пути сюда не видел ни одного корабля затонувшего. Вон только тот, который разбит. И, кстати, очень похоже на тот островок, на котором мы уже были. Очень похоже. Это он и есть, друзья. Это тот остров, где мы искали себе камни. Мы даже можем сейчас посмотреть. Да, по-моему, это он и есть. Видите, тут все пальмы даже вырублены. Да, это он. Это он. О, боже мой. Хорошо. Вон на те три острова мы хотели плыть. На какие-то из них. Но поплыли мы в итоге вон на тот остров. С которого мы сейчас и приплыли. Так что давайте, ребят. Давайте поплывем вон туда. Не думаю, что так уж далеко. У рифа всякие. Кораллы. Ух, блин. Поплыли, господа и дамы. Поплыли. Так, окей, ребят. Мы до него почти доплыли. Ох, нужно было сюда. Они ведь ближе. Эти острова, эти три островка, они ближе, чем вон тот остров. Но, когда я на него смотрел с того острова, с которого мы сейчас плывем, казалось так, что тот остров ближе. И казалось, что он больше. На самом-то деле. Сейчас посмотрим, что тут. Если мы и отсюда, то есть если мы здесь начинали с вами, то это очень хорошо, потому что здесь была куча кораблей. Затонувших. И в них мы не взяли всяких полезных вещей, потому что они у нас были с собой. Что там, какие-то палки. Вот, смотрите. Нет, это просто бочка. Просто бочка. И, по-моему, да, ребят. Здесь мы с вами тоже были. Ну, либо мы здесь с вами не были, но почему-то тут нет пальм. Так что, либо мы тут с вами были, либо мы тут с вами не были, и просто так все это куда-то испарилось. Хорошо. О, нет, только не дождь. What the fuck? Только не дождь. Черт возьми, мы сейчас не увидим ничего. И нам даже укрыться негде. Вот не вовремя. Боже мой, смотрите, все. Я потерял острова. Я потерял. Я ничего не верю. По-моему, вон там был остров. В общем, поплыли. Куда приплывем, туда приплывем. Блин. Смотрите, какая темень. Какие волны. О, блин. Только самый-самый... Самый-самый, блин, дурной дурак, наверное, поплывет в ливень. Поплывет в шторм. В плавь от одного острова до другого. Это просто самоубийство, друзья. Но мы с вами это делаем. Мы с вами это делаем ради выживания, а не ради смерти. Смотрите, у нас рука покосила. А ну еще бы, мы же разбились-то с самолета, я-мое. Где-то там остров. Я думаю, дождь скоро прекратится. Если не прекратится, то... То я потеряюсь. Где-нибудь. Ну, боже мой. Зачем мы с вами поплыли? Эх. Интересно, да, ребят? Че же будет дальше? Вот, либо мы с вами умрем, либо, как я полагаюсь на свою память, либо мы плывем правильно. Посмотрите, когда в дождь ныряешь, вообще ничего не видно. Вообще. Абсолютно. Главное, что покулы. Главное, не сворачивать с пути. Если мы свернем, хоть на миллиметр, это все. Есть, есть. Вон впереди остров. Как я и говорил, по-моему... Да, это остров, друзья. Это остров. Шикарно. Как я и говорил, нужно надеяться на память. Память меня не подвела пока что. Посмотрите, кто там. Что это такое? Левее. Я знаю, что остров, вон он. Он справа, как бы. Все. Его видно. В принципе, невооруженным глазом. А вот здесь, посмотри, Эдико. Тут у нас затонувший корабль. Это отлично. Мы увидим... Нет, мы ничего не увидим. Вау! Вау, какой он огромный! Окей, ребят, все. На этом острове, я думаю, мы обживемся. В следующей серии, скорее всего, мы поплывем на этот корабль. Сначала нужно сейчас, конечно же, доплыть до острова. Давайте, чтобы не умереть. Корабль, я думаю, мы оттуда увидим с того острова. Ну, если будем днем смотреть. Вот, если даже не увидим, то сейчас... Вот, вот с этой стороны будет корабль. То есть, ну, вот эта вот разбитая посудина будет служить нам ориентиром. И, кстати, этот островок довольно-таки прикольный. Тут есть камни. Очень много камней. О, ящик. Шикарно. Фу, ребят, мы доплыли. Очень-очень опасное путешествие у нас. Флайер! Флайер это... Это... Ну, не знаю, хорошо-нехорошо. Зачем он, правда, нам здесь сейчас? Так, давайте пробежимся на другую сторону этого острова. И посмотрим, может быть, сюда выкинул какой-нибудь большой корабль. Опа, смотрите-ка, палка. Еще один. Посмотрите. Флипперс, что такое флипперс? Что такое флипперс? Где флипперс? Е-мое, я взял какие-то флипперс, но я не знаю, что это. Пистолет. А, уже и ночь как раз-таки. Ох, как мы с вами успели-то, а? Просто успели. Посмотрите, что-то было. Боже мой, так страшно. Ничего не видно. О, блин. О, блин. Так, попробуем. Блин, зачем, правда, нам флипперс сейчас? Ты, какое звездное небо. Какое тут все шикарное. Я никогда не перестану этого говорить. Смотрите, как будто фонарем кто-то светит. Это всего лишь луна, которая очень нам помогла. Кстати говоря, вон там тоже корабль какой-то есть. Пальм-3. Давайте срубим дерево и сейчас сделаем себе, хотя бы, не знаю, кровать какую-нибудь под камнем. Или типа того. Отлично. Очень хорошо то, что сейчас хотя бы солнце встанет. Ой, солнце, господи, луна. Так, ребят, серия уже затянулась, наверное. Но вы сами просили, чтобы серии были подлиннее, потому что вам интересно смотреть. А мне, в принципе, интересно играть. Но все равно сейчас нужно уже будет заканчивать и продолжим мы уже в следующей серии с вами. Как эта луна шикарно сейчас освещает. Все просто божественно. Так. Давай-ка ближе. Давай-ка ближе. Звуки. Все просто вышка. Просто. Ладно, все, вот я не буду, я больше не скажу. Я больше не скажу вам ни слова об этом. Потому что, черт возьми, че я как мешок какой-то. А че там нужно было для... Я уже не помню. Для... А вот, фундамент можно уже сделать. Давайте так и поступим. Сделаем блок где-нибудь вот тут поставим. Фаундейшн. Так, теперь нужны... Нужны, нужны, нужны... Эти штуки такие. Балки как бы. Где еще? Еще нужно пилить. Ты че не пили? Закончилось. Да? Да. Топорик наш закончился. Окей. Но тут, я думаю, есть камни, так что переживать особо сильно не стоит. Сейчас мы все это быстро сделаем. У нас будет тут на каждом острове будет домик, е-мое. И мы будем между островов... Между островами тут плавать. И все такое. Ну, отлично. Вот что я имел в виду. Support. Мне стоит одну палку. Sport. And... And... Support. Все. И в принципе можно крышу только сейчас сделать. Сейчас по-быстрому вот так вот разрубим. И как раз под крышей над головой уже мы с вами закончим эту серию, я думаю. Боже мой, какая она насыщенная получилась. И очень-очень опасная, потому что я реально не видел, куда плыл, ребят. Мы реально не видели с вами ни хрена. И очень хорошо, что память спасла положение. Сейчас, здесь что-то осталось. Подождите-ка, нам же для крыши над головой нужно еще и вот эту штуку разрубить. Так что давайте. Нам нужны пальмовые вот эти вот ветви. Пальмовые ветви, новые ветви. Вот, и все. Какой кампфайр? Зачем нам пока кампфайр здесь? Нам вот что нужно. Руф, крыша. Отлично. Вот, друзья, все. Так, суппорт. Зачем нам суппорт еще один? Ну, конечно. Закон подлости, черт возьми. Как только мы построили с вами крышу, кончился дождь. Просто отлично. Ладно, друзья, давайте тут уже с вами выйдем. И в следующей серии мы с вами осмотрим этот остров. Осмотрим то, что вокруг него. Вон там вот корабли затонувшие. Вот там вообще огромный затонувший корабль. Типа Титаника, наверное. Ну, конечно, меньше, но все же. Все же это будет очень интересно, друзья. Ладно, давайте. До следующих видео. С вами был Том. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Зовите друзей. Давайте, ребят. До следующих видео.